Великолепно состояние BMW. Ох ты! Это у нас BMW. Кабриолет. Он продается 215 тысяч евро. Вот это электрический, этот МГ, который у нас в Австрии электрический продаются вовсю. Стоит 40 тысяч. 42 тысячи. Ага. Ну так недорого. До тридцатого года гарантия. Смотрите. Надо сесть. Попробуем. Вот смотрите, в этом МГ ноги у меня выпрямляются полностью. То есть я ногу полностью выпрямил. Вот. И свободно, и широко. Хотя по размеру, вот оптически, она явно меньше вот эта 5008. Что там французы напихали? Здесь у нас барбекю. Ну, всевозможные компьютеры. Грили-компьютеры. Вау. Ладно, мы идем. Думаю, надо подписаться. А вот это просто восхитительно. Вот это настоящий социалистический реализм. Он с таким зверским лицом тащит это бревно. Ну, а что она делает, интересно, там? Она там вообще не понять, что делает. А, из трубы дым. Он дом строит, что ли? У нас и отдел ретро-автомобилей. Так, ретро-автомобилей, 70-ый год. V-образная восьмерка. Обратите внимание, V-образная восьмерка. По виду похожа на москвич, но это ровер. О, там. Ой, какие машины крутые. Так, это надо посмотреть. Вот. Вот этот немножко подржавел. Заводится так. То есть, они не стали там париться с... Какое-то зажигание. Вообще, посмотрите, вот этот двигатель. Четырехтактный, четыре свечки. Надо же. Ремешок натуральный. Оригинальный, еще с тех времен. А вот это автомобиль, 23-го года. Марка De Dion. Что за De Dion? Вот сиденье обалденное, деревянное. Интересно, оригинальное или нет? Вот. Все по максимуму деревянное. Ну, это чудо. Интересно, он правда ездил? Или это игрушечный? Он грузовичок. Смотрите. Ой. Так, это у нас что? 83-й год. Land Rover. Я такие еще помню. Новыми. Так, это вообще не понятно, чего. Это явно спортивная машина. Да. Ford Mustang. 65-го года. А, смотрите, внутри все блестит. Все блестит. Так, а это что у нас? Ой. У нее еще резина, смотрите, такая. Ой. Ну, это вообще какой-то реликт. Вот так вот. Overland. Он с номерами, он еще ездит. Вот так. Ничего себе. Сейчас прочитаем, что это такое. Состояние, конечно, отличное. Это Willis, Willis Overland. 12-го года, 1912 год. 4-цилиндровый, ничего себе. 30 лошадиных, вот 4 цилиндра выдавали в те времена. 30 лошадиных сил. Вон там, эмблема, все такое. Обалдеть. Ой, целая история написана. Да. Реликт. Это у нас Opel, спортивный Opel. О, с турбомотором. Ну, а это наконец москвич. Нет, не москвич. Опять Opel. Елки-палки. Где же москвич-то? Ой, а там что такое? Это опять Opel. На таком штандантерфюрере ездили. А вот это у нас гоночный автомобиль до исторических времен. Гоночный автомобиль до исторических времен. Гоночный автомобиль. Круто. Рено. Скудери-Амичи. Да, болиды. Настоящие гоночные болиды. Супер-Зет. Так. Парши. Парши. А вот в великолепном состоянии BMW. Ох ты. Это у нас BMW. Кабриолет. Он продается 215 тысяч евро. Всего лишь 215 тысяч евро. И кабриолет ваш. Смотрите, он в великолепном состоянии конечно. Отреставрирован от и до. Это у нас Mercedes. И там кино снимают. Да, там кино снимают. Этот 185 тысяч. Пожалуйста, 185 тысяч и этот Mercedes ваш. Ну, такой Mercedes. Он подешевле будет, чем BMW почему-то. А вот там еще один Mercedes. Alfa Romeo. Мерседес. А внутри все кожаное-кожаное такое. Вау. Разные поколения. О, 6,8 литра, 180 лошадиных сил. Ничего себе, с компрессором. 29-го года Mercedes. Серьезная машина. Мерседес продается 36-го года. Он великолепный конечно. Стоит 425 тысяч евро. Вот так. Ну, это реликт. Вау. У них конечно отреставрировали просто. Все новое, кожа новая. Обтянули заново. Это у нас для любителей спортивных машин. Вау. Берено. Интересно, что это такое? Какие-то ретро-машинки. Это 1900 по 1910 производилось. Это слайсер, резать тонко. Да, вот нож, крутишь и нарезаешь там колбаску. Вот это чудо. Более ста лет назад выпускалось. Весы. Здесь у нас ретро-приборы. Патент. Роттердам. Это производилось вообще в 1899 по 1901 году. Все это нарезать. Что это делать? Я даже не знаю, что это делать. Может быть швейная машина, а может быть и нет. Беркель. Это тоже. Итальянское что-то. Сумфаркао. 14 тысяч евро и у тебя дома будет вот такой великолепный агрегат. 14 тысяч евро стоит. Ну да, вот это тоже для норийской ветчины и сыра. И так далее. Вот. Ну да. А что? Интересно. Вот это у нас легендарный производитель Пух. И он произвел вот такое чудо. Мотоцикл. Обращаем внимание на детали. И вот он 2 лошадиных силы имел. 5 литров бензина и развивался до 40 км в час. Развивал скорость. Вот. Реклама. Пух Мотор. Грац. В Австрии было интересное автопроизводство в свое время. Оригинальные штуки. Но куда-то потом все это исчезло. А это у нас Pontiac. Такой марки уже нету. Крайслер. Ну такие правительственные. А это Pontiac. Вау. У нас что? Полицейская машина доисторическая. А это что за луноход? Ничего себе. Луноход настоящий. Вот так вот. Ладно, мне бы еще выход найти. Где же тут выход там? У меня было полтора часа на эту прогулку. Они быстро пролетели. Это был репортаж с выставки «Свободное время. Автомобили и велосипеды». Город Клагенфурт. Австрия. Каринтия. Ютуб-канал Аксель Франк. Жизнь в Австрии. Если понравилось, поставьте лайк. Подпишитесь. Отдыхайте. Развлекайтесь. Скоро придет лето. На этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok